МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И чтобы каникулы не обернулись бедой, врачи скорой отмечают рост детского травматизма. Настоящая мусорная эпопея разгорелась сразу в нескольких поселках города. Больше недели контейнерные площадки были переполнены отходами. Жители негодовали и обвиняли управляющую компанию. Но Северянка еще в апреле сдала лицензию. До сих пор подведомственные и ранние территории остается бесхозной. Коммунальщики считают, что в появлении свалок виноваты и сами жильцы. Многие из них хоть и пользуются услугой по вывозу и сбору мусора, но по факту ее не оплачивают. В ситуации разбиралась Елена Жаркова. Отходы бытовые, пищевые, баки уже не вмещают такую гору мусора, которая вышла за рамки контейнерных площадок и вывалилась на обочины дорог. И такая картина здесь несколько недель. Резкий запах гниения досаждает жильцам близлежащих домов. Свалка растет с каждым днем, а вместе с ней и негодование местных жителей. Я вас пригласила, чтобы познакомить вас с нашей мусоркой. Я здесь в этом районе проживаю без малого 20 лет. Но вот такое безобразие я вижу впервые. Вот сейчас тут еще один день-два, и у нас тут будут бегать, кроме собак, еще крысы. И кто это будет вывозить? Не знаем. Куда обращаться? Не знаем. А тут наши дети в садик идут, в школу идут, тут семейная библиотека, народ, ну на работу все идет с утра. Вот собаки тут нападают, бакланы, чайки, майки все, ну невозможно. И тут, и еще там рядом нашему. Кто все-таки несет ответственность за сборы вывоз ТБО? В этой ситуации жители винят управляющую компанию, которая, согласно договору, должна обеспечить своевременный вывоз мусора. Но северянка еще в апреле этого года сдала лицензию, тем самым ушла с рынка предоставления услуг, прихватив с собой подрядчика, компанию «Трансблаго». Она на подведомственных территориях и занималась сбором отходов. Компания, которая теряет лицензию, она обязана осуществлять управление многоквартирными домами до тех пор, пока не будет выбрано. Либо собственники сами не выберут управляющую компанию, либо муниципалитет это не сделает на открытом корпусе. Поскольку у нас открытый конкурс проводился уже несколько раз, и желающих на этот фонд нет, управляющая компания формально продолжает обслуживать этот жилой фонд. Два года закрывая проблему, сейчас красиво получается, что каким-то образом получается, что виноват я. По словам директора северянки Гочи Казеева, он уже два года решает проблему со сбором и вывозом мусора на подведомственной территории. Причем уверяет себе в убыток. Ведь из полутора тысяч строений больше половины не заключили договоры на сборы вывоз ТБО, а соответственно не платят за услугу, аргументируя тем, что мусор либо не производят, либо утилизируют сами. Мусор этот выбрасывается в контейнерные площадки, которые последние два года вывозила северянка, несмотря ни на какие там затраты, и работая откровенно в убыток, мы их вывозили, не давая превратить город в мусорную свалку. Последняя попытка, обращение мое было в конце зимы к городским депутатам, в администрацию. Понимания я не нашел, поэтому дальше у меня просто нет денег убирать мусор за свой счет. В результате горы мусора за несколько дней заполонили поселки. Чтобы ситуация совсем не стала патовой, городские власти привлекли НСАД, который за свой счет начал разгребать завалы. Сначала убирали там, где более, это все было скопление. Начали с поселков УТДС, значит, УТАДС, потом убрали мехколонну 102-ю, убрали СМП-329. Ведь в настоящее время, по факту, на вчерашний день вывезено 480 кубов отходов и передано на утилизацию, на полигон. Большая часть скопившихся отходов уже убрана. Но всем понятно, что через несколько дней на этом месте появится новая груда ТБО. Кто в дальнейшем будет оплачивать эти услуги, вопрос. В городском бюджете на это средства не предусмотрены. Сегодня мы разработали так называемый публичный договор Афиаты, который будет опубликован. Мы предлагаем гражданам присоединиться к этому договору. Юристы работают в таком направлении, чтобы независимо от того, подписал гражданин этот договор в письменном виде или не подписал, была возможность в судебном порядке взыскивать задолженность граждан за оказанную услугу. Оплачивать услуги по вывозу мусора уже в скором времени придется всем жильцам и даже тем, у кого сейчас на это договора нет. В противном случае им предстоит в судебном порядке доказывать, что отходы они утилизируют сами. Это нововведение коснется не только домовладельцев, кто был под крылом северянки, но и собственников, которые выбрали непосредственный способ управления своими домами. Сфера утилизации мусора должна стать легальной и прозрачной по всей России. Такое мнение высказала председатель комитета Госдумы по экологии и сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева. По ее словам, страна долгое время не занималась отходами. Сейчас проблема приняла масштабный характер. После того, как Народный фронт начал составлять интерактивную карту свалок, выяснила, что информация от чиновников об их количестве не соответствует действительности. Цифры в десятки раз занижены. И такая ситуация складывается повсеместно, начиная от Арктики, где пока это сделать физически невозможно. Единственным решением вопроса должно стать строительство перерабатывающих заводов. Предложение жителей города по благоустройству выслушали в общественной приемной «Единой России». Активисты встретились с представителями партии, администрации, городской общественной палаты и юридического бюро. Как оказалось, ноябрьцев беспокоят вопросы озеленения. Прозвучало предложение высаживать на улицах побольше хвойных деревьев, таких как можжевельник и пихта. Беспокоят жителей и вырытая пешеходная дорожка на улице Шевченко. Ранее здесь проводили работы специалисты энергогазноябрьска. И перевести территорию в порядок пока не успели. Так как в зимний период они обязаны восстановить первоначальное состояние, так как в зимний период это невозможно, сейчас точной информации у меня нет. Я предполагаю, что они будут заключать договоры с подрядной организацией на восстановление. Еще один вопрос, с которым обратились в приемную. Это остановочные комплексы. По словам одного из жителей города, некоторые из них установлены неправильно, а большинство крыш на таких остановках протекает. Разобраться с этими проблемами пообещали до конца лета. Не всех устраивают эти остановочные комплексы. То есть зимой тоже в Думу были обращения, то что они холодные, но тут понятно, что остановочные комплексы. Они не предрасполагают, что там должно быть тепло. Но тем не менее, где-то крыша течет, где-то есть большие такие стыки, где продуваемость очень большая. Поэтому сейчас эта информация была принята к сведению. С заботой об экологии сотрудники «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» сегодня вышли на большую уборку. Специалисты-нефтяники присоединились к всероссийской экологической акции «Зеленая весна». Больше ста человек вооружились перчатками и мешками для мусора и расчистили территорию детского парка. За пару часов собрали несколько десятков мешков с бутылками, обертками и бумагой. Подобные акции компания «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз» проводит регулярно и каждый год участвует во всероссийских субботниках. Здесь проходит всероссийская акция «Экологическая зеленая весна», субботник. Сюда вышли мы на эту территорию, потому что территория для города очень значимая, здесь очень много народу гуляет, поэтому мы вышли и решили здесь убраться. И в каждодневной своей деятельности, в том числе в производственной, ноябрьские нефтяники первоочередное внимание, конечно, уделяет вопросам экологической безопасности, что, собственно, мы сегодня и демонстрируем. А вот дайверы Ямальской Федерации «Белый медведь» займутся очисткой от мусора дна озера Светлого. Глобальная уборка здесь начнется в субботу в половине 11-го. Акция приурочена Году экологии и Дню очистки водоемов. Дайверы будут погружаться на дно озера, чтобы достать мусор. Параллельно экологи очистят береговую линию. Присоединиться к акции могут все желающие. Следить за безопасностью на воде во время субботника будет «Ямалспас». Добавлю, очистка озера дайверами стала уже ежегодной традицией. Делают они это на протяжении нескольких лет. Как правило, со дна водоема водолазы поднимают бутылки, банки, пакеты. Тот мусор, который отдыхающие вполне могли бы увозить с собой и выбрасывать в предназначенные для этого места. О безопасности на воде говорят сегодня и медики. Причем в первую очередь речь идет о детях. Учитывая, что в летние месяцы у школьников свободного времени больше, да и погода позволяет проводить основную часть дня на улице, дети травмируются чаще. Медики отмечают увеличение случаев падения с горок, ударов качелями. Не меньше опасности дети подвержены и находясь у водоемов. Обязательно дети должны находиться под присмотром взрослых. Какими бы взрослыми сами дети не казались, взрослые всегда должны быть рядом. То есть отпускать ребенка одного на водоем ни в коем случае нельзя. И компании тоже нельзя. Двое жителей города и одна организация привлечены к ответственности за нарушение требований особого противопожарного режима. Об этом на заседании комиссии ПЧС сообщил исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности Андрей Мишин. Так, одному нарушителю за сжигание мусора выписали штраф в размере 2000. Остальным выдано предупреждение. Напомню, 1 июня на Ямале введен особый противопожарный режим. В частности, запрещено сжигать мусор в черте города, проводить пожароопасные работы и разводить костры. За соблюдением этих требований в Ноябрьске следят специальные патрули, сформированы контрольные группы. С начала пожароопасного сезона они провели уже три десятка профилактических рейдов. Добавлю, в этом году выросли и штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. У нас помимо граждан, должностных лиц, юридических лиц, этим федеральным законом введена ответственность также и лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. То есть индивидуальные предприниматели сейчас будут штрафоваться отдельно, и размеры штрафа там довольно-таки велики, от 30 до 40 тысяч. Поэтому хотелось бы отметить, чтобы со стороны индивидуальных предпринимателей было понимание и самое главное знание того, что сейчас уже на территории Российской Федерации действуют такие законы, действуют такие штрафы. Если раньше к ним применялись как к должностным лицам, то есть это от 6 до 15 тысяч, то сейчас уже даже не в 2, а в 3 раза штрафы увеличились. Многодетные семьи Ноябрьска могут рассчитывать на материальную помощь к 1 сентября. Право на эту выплату есть у семей, где трое и более детей, в том числе студенты очной формы обучения. Однако пособия в размере 3 354 рублей выплачат только на школьников. Как правило, заявление писать не нужно. Всю информацию об учениках направляют сами школы. Но специалисты рекомендуют получателям удостовериться, была ли передана информация. А родителям студентов необходимо предоставить в соцзащиту документы, подтверждающие форму обучения ребенка. В срок до 31 августа текущего года необходимо предоставить справки на студентов, которые обучаются в городе. Для иногородних студентов срок предоставления справок продлен до 20 сентября текущего года. На Ямале запущен новый инвестиционный портал, информация на котором максимально ориентирована на потенциального инвестора. Адрес сайта вы сейчас видите на своих экранах. Здесь можно найти данные о мерах государственной поддержки в округе, о проектах и площадках, существующих в регионе. Организован и канал прямой связи с руководством Ямала. Инвестиционные проекты Ямала не только крупнейшие в стране, но одни из самых перспективных в мире. На языке экономики их общий потенциал оценивается 123 миллиарда долларов до 2020 года. Все созидательные проекты, рожденные на Ямальской земле, поддерживаются понятными и долгосрочными правилами для бизнеса. Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжит прогноз погоды, новости спорта и культуры. Не переключайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok